всем привет продолжаем гулять по различным городам мира вот сегодня хочу показать рим пьяца на вона площадь на вона это римская площадь ну я очень люблю нам не очень нравится вот она растянулась в форме прямоугольника устроена на месте стадиона доменциана флавий доменциан последний римский император из династии флавиев правивших 81 96 годах отец император из пассиан серьезный был человек проводил политику по укреплению единоличной власти систематически ограничил влияние сенатов и сделал свои опоры садническое сословие войской провинции позволил роскошные постройки приказал называть себя господином богом впервые за все время существования принципиата вот так тоже и марочка отступления пьяца на вона застраивалась 17 веке стиле барокко там стоят две церкви церкви святой агнесы несколько дворцов включая палац и памфилий мы его здесь не показывают чтобы быть в теме кто такой что такое на вон агоны по-гречески состязания они проходили на стадионе до 4 века же от этого слова пошло название площади на вон средневековая площадь была известна под названием цирк александра сейра гай юрий цезарь построил честь празднества по поводу освещения своего форума форум цедры 46 году до нашей эры на марсовом поле 1 такой временный стадион для соревнований атлетов но затем при императоре домициане 85 году он был расширен стадион длиной 275 метров шириной 106 вмещал 15 тысяч зрителей был богат украшен произведениями искусства в греческом стиле по бокам было два основные входа на стадионе проводились соревнования побегу метанию дисков кулачные бои кстати здесь на этом стадионе проходили праздничные игры по случаю свадьбе сына каракалы и плавитилы официально каракала имел имя император цезарь марк аврилий север антоний август а плавитила была его женой здесь же находили славки торговцев ремесленников ну и также бордели кстати церковь святой агнеса находится на месте бордели так ли маршка олимпия мардальчини родственницы папы планировала перестроить всю площадь по примеру античных императорских формов для этого бармини продлил до площади античной акведук девы так что бернини а бернини это итальянский архитектор считается создателем стиле барокко в скульптуре говорили так чем шекспир является для дерматургии тем бернини стал для скульптуры первый паневропейский скульптур че имя мгновенно отождествляется с определенной манерой и видением еще влияние было непомерно сильно действительно бернини это супер ремарка ну так вот бернини уже смог построить 1649 году фонтан четырех рек центральный фонтан этой площади в центре которого был установлен обелиск обелиск был найден на территории цирка в акцене на наопиевой дороге обелиск находится в окружении статуи которые символизируют главные реки четырех частей мира нил ганг дунай и лаплату над скульптурами работал франческо баратта антонио фанчелли андре ломбарда клаудиус адам лацаро морелли сделал левая бегемота из белого мрамора два более старых фонтана фонтан мавра и нептуна построен джакома дала порта были перестроены бернини кстати эти фонтаны изначально были без скульптур поздней скульптуру мавра изготовил бернини остальные фигуры относится к 19 веку церковь которая здесь находится церковь святой агнеса должна была стать папской капеллой и местом его захоронения но после смерти папы инакентия форум так и остался недостроенным а папа был похоронен без пышных почестей церкви конечно площадь навона ты излюбленное место для праздников время провождения римлян здесь хорошо всегда весело как мне кажется интересно просто побродить погулять ну и конечно же хватает туристов туристов всегда здесь много вот собственно говоря и все что я хотел вам рассказать немножко показать площадь навона время очень хорошее место поверьте не пожалеете если сюда пройдет придете просто пройтись посмотреть и себя показать смотреть красивой работы знаменитых скульпторов все всем пока всем привет до свидания и Продолжение следует... Продолжение следует...